Сейчас мы видим, как идет попытка канонизации новых святых, которые якобы сложили свою жизнь за православную Россию-матушку. Конечно же, я сейчас говорю о Дарье Дугиной-Платоновой. В принципе, твоя позиция, не будем, наверное, сейчас, ты уже успел на многих эфирах прокомментировать, что ты думаешь по этому поводу. Конечно же, это не украинская сторона, я просто перескажу очень быстро. Конечно, скорее всего, это операция, собственно, своих. Несколько версий тут может быть. Но вот что мне интересно, это именно, почему выбор все-таки Дугина, ну, если был первоначально именно Дугин, и, соответственно, такая, может быть, случайная жертва его дочь. Это к разговору о роли Дугина идет спор, насколько Дугин все-таки был важен и есть важен. Вот Марк Галлиотти, известный западный профессор, наблюдатель России, говорит, что Дугин это ни о чем. А вот сегодня я общался в эфире с Александром Невзоровым, который считает, что роль Дугина в становлении расшизма преуменьшать нельзя. Вот твое ощущение. Ну, начнем с Дугина, да? Значит, Дугин, даже если его не считать значимой фигурой идеологической, как бы, несущей конструкции, все это системного обоснования войны с Украиной, восстановления могущества русского и советского, или там, постсоветского, там, какого уж он, я не знаю. И так далее. Он таким стал сейчас. Жертва в лице его дочери принесена. И, значит, он заслуживает к себе особого отношения. Почти как такой, ну, я не знаю, роли у него что-то среднее, действительно, между Распутиным и Бадмаевым и Иоанном Кронштадтским. Такой был, да, священник, отец Иоанн Кронштадтский. Вот он занял какую-то среднюю позицию сейчас, именно сейчас. Он всю свою жизнь связан со спецслужбами, это не секрет, у него отец был в ГРУ работал, был значимым там лицом. Кстати, была такая история, Гейдар мне рассказывал Джемаль. Он говорил о том, что, значит, его отец, узнав о том, что сын увлекается либеральной диссидентурой, он был среди диссидентов, значит, Дугин. Он его отправил на один день на Лубянку. Своим друзьям в КГБ. Вы не знаете эту историю? Его посадили на один день. И он оттуда вышел совершенно преображенный. Восхищенный, да? Восхищенный или... Нет, он был как бы страхом этим. Сломлен просто, да. Он все, он исправился. Сник, да. То есть он не... А отец у него реально был значимым лицом спецслужбам. Он, по-моему, в ГРУ все-таки был. Хотя говорят из КГБ, но не важно. То есть это произвело на него такое неизгладимое впечатление, что он на всю жизнь это запомнил. И, соответственно, сильно изменился. В дальнейшем он всегда сотрудничал с Лубянкой. У него же с Генштабом благодаря отцу сотрудничал. Он работал с кураторами с Лубянки. Они ему помогали создавать уже при Путине Евразийский Союз. Вот. Снабжали деньгами. Он в какой-то момент оказался очень востребован в качестве посредника с французскими правами, рядом других. При том, что, вот чтобы вы понимали, начиная с Южинского кружка, он был абсолютным эпигоном идеи национал-социалистического проекта. То есть его не столько интересовала социальная сторона, сколько философская. Такое, как бы, теоретическое обоснование нациостроительства. Это именно нацизм исключительно немецкое явление. Чтобы вы понимали, фашизм и национал-социализм могут иметь какие-то признаки, которые улавливались в подобных же авторитарных системах, особенно на перекрестке середины XX века, между первой и второй четвертью XX века. В Португалии салазаровский режим, в Испании франкистский, в большей части Европы режим Хорти, Квислинге и так далее, вы обнаружили. Но нацизм был специфическим немецким явлением. Это очень сильно завязано на расизме, на наследстве Рима, всяких таких рейхов, таких вещах. И вот апологетика этой эстетики, национальной нацистской эстетики, она всегда увлекала очень. Дугина, он переводчик работ Генона, Юлиса Эволы, Юнгера, там очень массы известных предтечей. Эвола, то есть это такой вот католический протофашист? Да-да-да, очень много. Он Хаусхофера много переводил, он даже написал книгу, я ее читал, это вот такой фолиант, геополитика, основа геополитики. Причем, знаешь что, я знаю, да, он был наполненный, есть наполненный чувачок, то есть он действительно, ну, не равня всем тем, кто считает себя адептами, и из числа, может быть, ФСБшников, и не знаю, если есть такие, которые, в принципе, не читают книги, тот же Путин, ну, как бы... Он читает в первоисточниках, он знает несколько языков. Кроме Пикуля, ничего не читал. Но вопрос, смотри, при этом, как бы, со всем этим, у него целый багаж абсолютной херни и абсурдной нонсенсы. То есть, назвать это эзотерикой, это так мягко сказано. То есть, вот Латынина тоже проводит анализ, она вот в своем блоге рассказывала про эти Казахстан, про какие-то камыши и какие-то сакральные, какие-то животные, огромные какие-то, я не знаю, или это лягушка, или утка, я не помню. То есть, мифические, на абсолютно таком, на ровном глазу, абсолютные байки и приближающиеся по уровню абсурда до теории плоской Земли. Вот это как бы, это тоже расчет на то, что он... Он погружается в архаику совершенно сознательно, он выдумывает для себя... Архимодерн, у него даже есть термин такой, архимодерн. Архимодерн, да. Он погружается в это совершенно сознательно, то есть, где-то он играет, он никогда не отказывался в игре, потому что даже увлечение национал-социализмом, это было увлечение, Анна Нербе и так далее. Вот он входил в южинский кружок, очень сильно был подвержен влиянию Головина, такого покойного, известного. Это клуб, в котором состоял Юрий Мамлеев, теперь уже тоже покойный, известный писатель. Прекрасные у него были работы, такие модернистко-сюрелистические. Кто читал, может оценить. Вот. Головин, например, писал такие гимны СС. Вы не слышали? Нет. Это не потому, что они там какие-то нацисты, не потому, что они, значит, хотели там сторонники расовой теории были. Нет. Вот надо понять, что нет. Все это не рассказывал, естественно, Гейдар Джемаль, с которым мы были дружны. Да нет. Просто они увлекались, исследовали эту эстетику. Понимаешь? Почти как Ренери Финштайн. Взять, исследовать эту увлекающую, упоительную эстетику национал-социалистического проекта. Но в случае с Дугином он шел дальше. Потому, что он был философ. Он и есть философ. Сейчас, может быть, самый яркий его период позади. Он уже в возрасте. Но он способен был это все пертурбировать. Свои работы. Некоторые работы действительно замечательные. Еще раз повторяю. Он ученый в этом смысле. То, когда он заваливался в политику, это выглядело смешно. Начиная от первого брака с лесбиянкой Дебрянской, с которой у него общий сын. И вот второй брак с Мелентьевой, от которого была как раз дочь Дарья Дугина. Он, тем не менее, конечно, был человеком, который обожал эту эстетику самолюбования нарциссического. У Лимонова та же природа была. Чтобы ты понимал, он эту партию создал исключительно для самолюбования. Его покойная жена Медведева писала о том, что он в молодости еще в эмигранции, Лимонов говорил о том, как представлял себя. Он часто фантазировал стоящим на трибуне. В шинели. В шляпе, сярая. Все как у Сталина. Его там стоят на мавзолее, полки идут и так далее. То есть в этом самолюбование больше, нежели искреннего порыва, как у Гитлера. Гитлер-то, конечно, был идейным типом. Поэтому игра в это приводит к заигрыванию. Вот мне ощущение, что он заигрался и потерял дочь.